привет привет друзья вы на канале азбука технической графики и в этом видео мы ничего строить не будем я произведу анализ произведу разбор вот такой вот интереснейшей детали называется водила для планетарной передачи те кто совсем не в курсе что же это такое давайте немножечко быстренько перескочим в 3d программу я покажу вам что представляет из себя такое водила где она используется в редукторостроение в зубчатых передачах и чтобы вы имели немножко такое вот маленькое представление что детали вот такие рисуются не просто на бумаге что все эти чертежи реализуются в жизни и когда-то будут кем-то изготовлены соответственно они будут рабу где где-то работать в каких-то механизмах в каких-то агрегатах так ребята посмотрите вот вы находитесь в 3d программе я предоставляю вам вот такой вот интересный зубчатый редуктор у которого уже верхняя крышка корпуса снята чтобы вы смогли заглянуть внутрь вот такой вот интересной конструкции конструкция редуктора достаточно сложного сложная у него два приводных вала и два выходящих вала но подробности мы вдаваться не будем я хочу вам показать где располагается наша водила которая в этом видео мы немножечко коснемся немножечко проанализируем его разрезы данном случае чертежа смотрите вот она вот она самая водила если мы сейчас давайте же обесцветим уберем корпус чтобы осталось только чистая вот такая вот планетарная передача где и располагается наша водила вот посмотрите посмотрите как красиво опять же здесь немножко еще вот это колесо мы можем в принципе тоже убрать вот как немножечко давайте увеличим вот так красиво выглядит планетарная передача я сильно много глубоко рассказывать не буду скажу лишь что плавпланетарной передачи или дальше видео я вам расскажу что вводила со у него имеется три вот таких вот отверстия куда вставляются специальные валы на которых будут сидеть планетарные шестеренки вот в данной передаче их три штуки 1 2 и 3 и вот получается когда мы начинаем вращать вращать входной вал то есть солнечная солнечная шестеренка она входит вот сюда я и в данном случае обесцветил но давайте попробуем повращать повращать даже за хотя бы за вот этот подшипник если мы схватим вот и у нас получится вращать само водила то у нас благодаря взаимосвязи между вот этим вот внешним колесом планетарными шестеренками и солнечной шестерни у нас водила тоже начнет вращаться вот посмотрите я схватил получается давайте немножечко побыстрее и вот зубчики обратите внимание обратите внимание на контакт зубьев планетарных шестеренок с внешним колесом и в соответственно вращаются они все благодаря тому что установлены вот в таком вот водили и если мы сейчас все лишнее обесцветим все что нам не нужно вот уже лучше видно посмотрите так и теперь я обесцвечиваю планетарные передачи внешнее колесо и у нас остается чисто чисто наш вот такое вот водила вот давайте я надеюсь теперь вам более менее понятно откуда я взял вот эту вот интересную достаточно сложную деталь давайте приступать теперь к разбору чертежа и вот вот наш чертеж теперь я надеюсь вам более менее понятно что такое водила смотрите чем отличается данный чертеж то что у нас здесь внизу он нарисовано смотрите заготовка фрезеровка карманов я не буду касаться вам еще это не нужно то есть мы разбираем сейчас само водила два вот этих вида два разреза в принципе никаких кроме двух вот этих разрезов больше никаких видов у нас абсолютно нету они нам и не необходимы и человек который будет изготовлять обрабатывать данную деталь легко справиться со всеми вот такими вот размерами со всеми операциями смотрите что мы здесь видим во первых слева у нас произведен местный вот такой вот разрез а а где он проходит он у нас проходит по середине по середине нашей детали сверху вниз у нас имеется три кармана для планетарных для планетарных колес которые будут крепиться получается вот в этих вот отверстиях отверстиях через специальные пальцы все ладно этом этого это мы не касаемся что мы здесь видим у нас здесь в эти три кармана когда мы разрезаем верхней части здесь мы видим как я и говорю отверстие в которой будет вставляться палец и на нем будет сидеть уже планетарная шестеренка внизу у нас мясо самой водилы или металл скажем так вот здесь мы его и наблюдаем теперь на разрезе а а что еще здесь интересно здесь имеется шпоночный паз в этой области будет в этой области будет посажена тоже зубчатое колесо и через шпоночный паз будет передаваться вращательный момент все здесь я надеюсь все понятно что еще касательно разрезов вот здесь ребят смотрите 88 миллиметров сразу видно что они у нас не влазили то есть в принципе два эти разреза занимают практически полностью вес лист бумаги формата а3 формат а2 можно было бы взять но тогда тогда эти два вида были бы нарисованы полностью или эти два разреза и оставалось бы много свободного места то есть я принял для себя решение я нарисовал вот здесь разрывную линию видите то есть в принципе здесь ничего сложного в этой области больше нету то есть внешний диаметр диаметр 100 миллиметров посадка м6 вот внутренний диаметр диаметр 60 миллиметров все и длина этого полого цилиндрика получается 88 миллиметров вот такие вот тонкости используемые на разрезах в области машиностроения ребят теперь опять же теперь что мы смотрим справа мы здесь видим разрез bb где у нас идет разрез bb мы разрезаем наше водило вот здесь левую часть опять мы откидываем она нам не нужна что мы здесь наблюдаем вот здесь очень интересный контур опять же вот эти линии две показывают что мы должны получается сделать карман шириной 44 миллиметра а летая заготовка у нее размер смотрите 50 миллиметров то есть она немножечко немножечко пошире и когда мы обработаем сделаем вот такие вот карманы у нас образуются две линии но чтобы представить это у себя в голове я покажу вам в конце видео трехкоординатную модель в 3d программе тогда вам станет более-менее все это понятно ну вот здесь у нас фаска 5 миллиметров то есть мы видим два вот таких вот кружка все ничего сложного здесь больше нету опять же вот эти два отверстия с резьбой м10 это для транспортировки сюда будут вставляться то есть опять же они будут располагаться когда мы с вот этой стороны видим на расстоянии 168 миллиметров друг от друга то есть мы сюда будем вставлять транспортировочные болты и мы можем уже на кране перетранспортировать данную деталь то есть она будет весить ну судя по размерам наверное килограмм сто этому будет весить не такая она уж и легкая в общем вот такие вот тонкости больше здесь ничего такого сложного в принципе нету если у вас возникают какие-то вопросы по данной тематике пишите мне обязательно комментарии как смогу помогу постараюсь по возможности а мы же ребят давайте плавно перейдем в 3d программу и посмотрим как вот это интересное водила для планетарной передачи выглядит уже трехмерной программе и вот ребята мы находимся в 3d программе посмотрите какая шикарная сегодня у нас деталь посмотрите как она красиво выглядит в твердотельном в твердотельном моделировании просто просто заглядение на мой взгляд опять же как я вам и объяснял когда мы анализировали бумажный вариант посмотрите если мы включим сейчас разрез bb так давайте я его переключу вот так выглядит наш разрез bb и вот посмотрите теперь на бумажный вариант посмотрите какие здесь у нас имеются линии какие имеются контуры включаем штриховку и вот как я вам и объяснял вот это дополнительная круговая линия она возникает только лишь от того что у нас видите мы когда изготавляем наше водило у нас здесь нужно оставить немножко немножко материала вот в этой области и соответственно когда одно линия или один вырез находит на другой то есть образуются очень интересные контуры и не всегда понятные на бумаге что откуда где какой диаметр какой тут круговокруг или окружность или прямая линия вообще возникает поэтому вот так вот ну я надеюсь вам сейчас более менее стало понятно где откуда какие линии берутся если мы включим сейчас разрез АА то есть он у нас идет опять же так посмотрите вот так красиво выглядит разрез АА опять же немножко неправильно здесь я изобразил шпоночный паз посмотрите то есть шпоночный паз у меня располагается на одном уровне или в одной плоскости получается нашего вот этого сечения хотя у меня и разрез АА он местный как бы но шпоночный паз должен находиться получается вот в этой области тогда когда я не разрезаю ну на ней не в этом суть вот самое главное что вот так вот выглядит разрез АА вот такие вот здесь дополнительные линии образуются вот так выглядит вид спереди опять же в неразрезанном виде ну я надеюсь сегодняшнее задание вам понравилось я же с вами прощаюсь до следующего выпуска выпуска вот в этом это